Привет! Продолжаем изучать инструменты и функционал ZBrush. Сегодня поговорим про Palette Deformation. По аналогии с предыдущими двумя видео в Maya и Blender попробую найти те же самые инструменты здесь и добавлю про еще полезные функции, которые находятся в этой вкладке. Итак, сверху вниз пойдем. Все не буду объяснять, потому что можно большую часть здесь, скажем так, научным методом тыка проверить. Самые неочевидные вещи. Допустим, Mirror, что у нас делает. Нарисую какую-то отличительную черту на объекте. Кнопка Mirror у нас зеркалит по определенной оси, то есть просто отображает объект. Скажем так, Scale это в минус один. Так, далее. Polish. Тут очень есть много различных вариантов Polish. Я использую только один. Вот у меня вынесен сюда. Это штука, которая полирует полностью весь Mesh. То есть, если мы прибавляем Polish, посмотрим, как сейчас будет выглядеть Mesh. То есть, вот видим, фаски изменились. Здесь есть два варианта полировки с выключенным маркером и с включенным маркером. С выключенным маркером этот Deformer будет пытаться раздуть фаску и сделать ее больше. А если нажать на этот маркер и прибавить Polish, то фаска будет скруглена по, скажем так, плавно переходить из одной плоскости в другую. Опять же, Polish нужно использовать по чуть-чуть, чтобы не сломать геометрию. Дальше. Smart Resim. Опять же, здесь есть кнопочки по осям, по которым нам нужно использовать эти Deformer. Smart Resim затрону. Допустим, у нас есть какая-то здесь отличительная черта. Или, допустим, мы делали какой-то симметричный объект и в какой-то определенный момент мы отключили симметрию. Потом посмотрели. О божечки, что ты мой, что делать? Нажать вот эту кнопку Smart Resim. Нажимаем ее. И у нас все детали, которые были с этой стороны, зеркалятся сюда. Тоже очень удобно. Бывает пользуюсь. Дальше. Ну и здесь начинаются, скажем так, ручки с деформациями. Давайте пройдемся по ним бегло. Offset сдвигает. Rotate вращает. Соответственно, по каким-то определенным осям. Size понятно, что делает. Bend сгибает по середине. А вот Smooth Bend сгибает уже более, скажем так, плавно. Ну, поэтому он и называется Smooth Bend. Так. Можно по нескольким осям запустить или вот так скрутить. Так, далее. Skew, соответственно, тоже скручивает. Так. Давайте по Y запустим. И по Z. Soft Skew, соответственно, занимается тем же самым, но более плавно. R-flatten – это радиальный, скажем так, flatten плоскость, уплоскощение. Радиальное уплоскощение. То есть, вот он пытается сделать цилиндр из изначальной формы. Flatten делает, соответственно, плоскости. Soft Flatten будет делать сферу. То есть, если R-flatten пытается привести к цилиндру, S-flatten, соответственно, будет нас приводить к сфере. Twist. Понятное дело, что делает. Скручивает по Y, допустим. Делаем сверло. Здесь нет никаких дополнительных ручек для того, чтобы изменить силу вот этого скругления. Он просто делает свое дело, этот Deformer. Далее Taper. Утолщает и, скажем так, уменьшает масштаб одной из... одной из части объекта. Squeeze. По аналогии со Stretch'ем в блендере растягивает объект. Далее. Noise. Добавляет шума. Ну, такого. По умолчанию. Smooth. Сглаживает объект по аналогии с кисточкой Shift, которая у нас забендена на Shift. Контраст. Уводит в позитивный. Настраивает положительное значение деталей. Скульптур. Will be boosted. Slider is a negative. I'll be smoothed out. То есть, что-то типа делает более, скажем так, четкими детали на объекте. Никогда не пользовался, если честно. Просто сейчас инструкцию прочитал. Для того, чтобы понять, что эта штука делает, нажимаем Ctrl и наводим на значение. Inflat. Inflat раздувает по нормалям. То есть, в разные стороны. Либо в положительную, либо в отрицательную. Как можно пользоваться? Допустим, нарисовать какую-нибудь маску. Инвертировать ее. И Inflat выдавить эту часть. Можно использовать так. Inflat Balloon раздувает по принципу шарика. Во все стороны более сильное раздувание. Sphere Ice у нас, соответственно, производит вот такое вот сферическое воздействие. Gravity. Интересный тоже Deformer, который в положительную или в отрицательную сторону пытается, скажем так, сплющить Mesh. Сделав его как будто притянутым гравитацией. Перспектива Deformer изменяет перспективу объекта. Вот и, в принципе, все, что можно рассказать про этот палет. Надеюсь, урок был полезен. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Подписывайтесь на все каналы. Особенности на Telegram канал. И можете также поддержать меня на Boosty, оформив платную подписку. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Встретимся завтра. Расскажу что-нибудь новое. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok